Всем добрый день! Я тут хожу-брожу, носила счётчики свои на оформление. И счётчики новые, которые я купила, надо оформить. И вот я хожу, оформляю. Всем здрасте, всем привет, всем здоровья, всем счастья, благополучия, мира нам всем! Сейчас только проводила слесаря по воде. Вчера отнесла паспорт, я там в администрацию зафиксировали, ну, сказали мне порядка очереди. Сейчас сижу, ступо окошко выгляжу. Анатолий. Я уже не ожидала так быстро. Ну, в общем, немножко он повозился. Всё заржавело, 11 лет простоял. С 12-го года наш счётчик, уже 23-й. Поэтому время, время, пора менять. Снял, теперь мне сказали показания, которые тут есть, отправить на Телеграм. Ну и оплатить. Всё, с этим счётчиком всё, теперь пойдёт новый отсчёт. Вчера приехала Юлия моя. Вечером уже. Такого ничего она не привезла. Бананчик привезла нам. Что она ещё нам привезла? Тут я заказывала форму, сейчас вам покажу. Аквафор, фильтра два штуки привезла, которые тоже заказывала. И Серёжа туда, на СВО. Форму, перчатки и фонарик. Тоже вам сейчас покажу. Погода ужасная. Сегодня с утра съездили на рынок. Ну, опять, что я там купила? Штаны ещё одни купила себе. Сейчас вам покажу их. Гамаши ещё одни. Чё-то поглядела, ну, одни. Ну, вроде маловато от них. Да давай ещё одни возьмём. Они у нас быстро выходят из строя. В общем, у меня. Я быстро протираю мотню. Коленки всё хорошие. Ну, мотня у меня горит тут же. Прямо две недели уже начинается там протираться, протираться. Два месяца штанов нету. Вот. Чё мы ещё взяли? Сыр кусочек я взяла. В общем, тысячу рублей я потратила. Немного. И яблок. Сейчас покажу вам. Штаны свои опять. Пойду принесу их. Вчера с вечера как бы морозец небольшой. Ну, он и был мороз. Потом утром проснулись, идёт дождик. Тепло, дождь идёт. Вот, и на сейчас идёт. Вот, пошли на рынок. В общем, вот такой вот расцветки взяла я на этот раз. Они как полушерстяные получаются. Тоже опять с начёсом. Я думаю, у вас тоже такие продают. Ну, дома ходить сойдёт. Это не куда-то там на работу, а вот тут вот. В сарай, по огороду. Самое то. Тоже стоит 500 рублей. Они очень плажноватые. Я их повесила, чтобы они немножко подсохли. Два килограмма яблок купила. Вот таких вот крупных, опять красивых. Яблок было мало. Я, можно сказать, взяла одна и всё, там яблоки закончились. Сегодня что-то у нас овощей совсем не было. И меньше, меньше машин делается. Скоро совсем рынка не будет. Так, фильтр. С фильтром тут вообще у меня засада. Теперь я поняла, где надо смотреть. Когда ставишь фильтр. Это уже у меня другой фильтр. Это ему фильтру, я не знаю, давно-давно мне Мария подарила день рождения его. Больше десяти лет. Лет. Больше десяти он лежал у меня там в сарайке. И вот тут-то прям есть колечко. На этом колечке стоят месяцы. Тут-то понятно, что когда менять. Вот тут есть такая пипочка. По ней замечаешь, там два месяца и можешь менять. В общем, я когда заказывала на Валберис, барьер и всё. Приходит этот барьер, я поглядела своим аквафором, они вообще фильтра не подходят. Я говорю, ну ё-моё, вот заказала. Вот, говорю, дура, сама на себя. Юля, говорю, звоню, говорю, Юля, я же не такие заказала. Ну иди, говорит, в сарай за тем барьером. Ну, в общем, притащила. Сейчас пользуемся им. Потом сижу, опять заказываю. Мне же надо, чтобы у меня кувшин работал. Так, сейчас я покажу вам его. Вот этот вот кувшин, он удобный. Вот опять свет. На 4 литра. Какой уж сюда. Я потом поняла, что там-то барьер, а здесь написано аквафор. Значит, надо заказывать так аквафор. Ну, если бы голова думала, то одно, то второе, то третье, пятое, десятое, Ютуб, Дзен. Комментарий и кукушка свистит, одним словом. Фляга, как я говорю, фляга свистит. Потом я, ё-моё, я же неправильно. И заказала аквафор А5. Опять под сомнением. Не знаю, говорю. Подойдёт, не подойдёт. Заказать-то я заказала, оплатила. Юля спрашивает, ну, что мне получать, не получать. Вот, вот эти вот. Ой, а нам бы надо А7. И я, да ладно, попробуем. Куда эти 500 рубни шли? Не подойдёт, но чё ж теперь, велика потеря. В общем, она привозит этот фильтр. Я сюда вот вкрутила. Самый тон, он даже одевается. И вот на этом фильтре уже написано, на нём, на своём, где, вернее, когда его менять. Сейчас я покажу. Так вот он вытаскивается. И прям, вот я бы вообще не вижу. Но надо одевать очки. Очки одела, и вот здесь вот стоят месяцы. Вот поставили, например, вы в ноябре и смотрите. Себе где-то записали? Ага, в январе мне надо будет менять. Только так. А я-то обрадовалась, что у меня на крышке стоит вот этот вот показатель. Он будет крутиться. Ага, шишки. Вот смотри, что пишет тут, и пиши себе. Теперь вот я поняла, как и что. Ну, век живи, век учись, дураком помрёшь. Поэтому, если бы он мне давно был, а то чё ж мы его купили, отработал он своё. А чё дальше с ним, не знаю. А вот на том, да, я притащила. Там вот стоит колечко, куда ставишь, и идёт отсчёт. Ну, как идёт отсчёт. Так же поглядываешь. Смотришь, ага, уже декабрь прошёл. Значит, пора менять. Так, ещё форма она мне привезла. Сейчас я им форму ещё покажу. Формы я заказала небольшие. 18, 20 и 22 сантиметра. У меня есть большие. А это вот иной раз такой... Чё же мы тут, вдвоём с ней? Вот такой здоровый пирог там или что-то делать много. Не съедается. А это будет самое то. Сейчас я вам покажу. Прям не отходя от кассы. Форма для выпечки. На Валберис они стоят где-то 470 рублей. Три штуки. Вот. И они прям вот я их вчера открыла. Замечательные формы. Замечательные. Небольшие. Это вот 15 сантиметров. Вот смотрите. Разъёмные. Хорошо. На двоих вот что-то испечь, какой-нибудь пирог. Зашибись. Замечательно. Ещё одна чуть побольше. Мне намножко побольше. Прям вот смотрите. Вот этикетку я уберу её. Где-то сантиметров 6 вышина. Этой формы. И вот такие вот они, знаете. Хорошие. Хорошие. Прямо качество металла хорошее. И последняя вот она. Вот эта вот. Эта вот 22 сантиметра. Удобно. Небольшая. Хорошая цена. 470 рублей. Пусть даже, грубо говоря, 480. Вот. Я довольна. Довольна такими формами. Теперь можно что-то и в них и сделать. Так. А сейчас пойдёмте глянем. Какую Серёжку. Он прислал деньги ей. Я вообще в них дела не уникаю. На карточку и бросает. Она смотрит на Озония. Смотрит на Валберис. Заказывает. Получает. А потом вот в декабре будет у нас отправка посылки. Мы всё это отправим ему туда. Костюм такой тёплый, хороший. Там надо. Вот эта куртка, которую он мне переслал летом. Она, во-первых, продувается. Промокает. Борода вот этот рёт ему. Ну, в общем, он её окупил себе новый костюм. Глянем, пойдёмте. Демонстрирую вот такой костюм. Он там внутри на флисе. Это я показываю многим мамам. Бывает и надо тоже ребятам. Мне там одна писала Марина. Валя, показывай, что ты берёшь сыну. Вот, смотрите. На пуговичках. Пуговички, глянь, ёрзают туда-сюда. Тут для их это самый. На шевроны на всякие. Капюшон тёплый тоже. Небольшой, такой хороший капюшончик. Ну, обычный вот такой вот на флисе. Это вот куртка на замке. 52-54 размер. Белоруссия. И Мася тут пришёл ко мне проверить. Да, Мась? Понюхать, что же такое тут. Диван от Мася разодрал. Так что, тут есть кому помогать. Так, с помощником. И вот такой комбинзончик. Внизу кармашки два на коленях. Тут карманье. Карманы и карманье. Здесь вот на замке. Лямки. Тоже всё на флисе. Тёплый. Тактические перчатки. Я ему как-то покупала. В прошлом году были они без пальцев. Здесь вот эти вот с пальчиками. Они такие вот. Тоже там флис внутри. Сейчас я одной рукой неудобно. Пока на катаполе будет снаношу. Да, вот они там. Даже не флиса, а что-то такое там мягкое. Кожа, кожа. Здесь жёсткая вот такая вот. Вставочки. И фонарик налобный. Он на аккумуляторе. Вот такой. Три батарейки. Аккумулятор, зарядка. У них сейчас света нет, блин, даже. В основном генератор есть, но генератор они берегут. Так как надо будет зарядить свои телефоны. И вот такой вот мы взяли. Вернее он сам. Я прям взяла. Заказал вот такой на аккумуляторе. Себе фонарик. Вот. Сейчас давала слесарю. Он прям одел его. И в нём делал там, нам менял кран. Ой, счётчик вернее кран. И только хорошо видать. Ярко бьёт. Ну вот. Такие вот покупочки. В декабре будем собирать посылку. Всё это отправим. Туда. На СВО. Штатив надо новый. Ползу. Вместе с вами. Под кручу. Он не хочет никак стоять. Я тут сходила, купила для салатика. Что я там взяла? Ананасы взяла. Кровые палочки. Сейчас сделаем интересный вкусный салатик. Мне он нравится. Этот салат. Лёгкий. Хороший. Так что пойдёмте посмотрим. Себя уж показывать не буду. А так. Как я его делала. Ну. Затем. Всё на этом наверное будет. Салат покажу и всё. Короткое такое видео какое-то будет. Не знаю даже по времени сколько я засняла. В огороде не пройдёшь. Дождик идёт. Сидим дома. Готовим немножко. Уж много тут не готовим. А так вот. Вчера наварили картошки. Я купила пошла и Васи. Сельдь. И Юля поела. Потом я немножко поела. Ну и Маси. Там гостиницы свои были привезённые. А так всё. Пойдёмте салат делать. Так. Приступим к салатику. Что у нас входит. Крабы и палочки. Витчи. У вас какие будут. Сыр. Кусочек небольшой. Тут 100 грамм. Чуть побольше 100 грамм. Яйца. Плохо чистится. Свежие. Я тут вся измучилась. Пока я их почистила. Вон их наторвала. Вроде и кипели долго. И водой холодно сливала. Майонез. Баночек ананасов. Лук. Яблочный уксус. Сахар сюда нам надо. Чтобы замариновать. Первым делом мы сейчас с вами замаринуем. Лучок. Лук. 2 столовых ложки нальём уксуса. И чайную ложку сверху сюда насыплю сахара. И пусть маринуется. Одна ложечка и вторая. И сейчас сахар ещё сюда добавим. Всё это перемешаем. Оставим на 15 минут. Пусть тут она у нас всё это дело маринуется. Ну а я пока порежу крабовые палочки. Произвольно как мне хочется. Можно квадратика, можно полостинками. И ананас открою и тоже порежу. Крабовые палочки готовы. Но скажу вам это не ВИЧи. Вот и кетка ВИЧи. А они прям сухие, рассухие. Какие прям топстуют эти вот сам палочки. Видимо подделка. А я тут режу ананасы. Люблю сладкие салаты. Нравятся они мне. С ананасами, с черносливом, чтобы были сладкие. Я уже почти порезала. Всю банку отправлю. Режу кубиком. Его в салате прям, можно сказать, не ощущается. Осталось тут у меня три кольца, наверное. Да нет, побольше, чуть-чуть. О, не, дайте еще шить. Банку узкую какие-то пальцы. Руки широкие, большие. А баночка узкая. Ну всё, достала. Четыре штучки. У меня одна упала. А, вот она. Ну, последний сейчас порежу. И уже лук у нас замариновался. Этот салат я увидела так же на ютубе. Делал один мужчина. Дай-ка я попробую. Вроде не сложно. Попробовала. Мне понравился. Вот я же делаю третий раз. Легкий. Ну, конечно, стоит денег. Сыр, ананасы, яйца. Всё надо купить. Майонез. А картошку у нас эту надо купить, если сделать салат. Масло надо купить. Так что всё сейчас у нас недешево. Но иногда хочется. Мы салат делаем редко. Получается, может, раз в два месяца. Так, готово. Берём стеклянную посуду, или какая у вас там есть, и начинаем натирать первым слоем яйца. Я хочу натереть, кубиком не буду делать. Яйца готовы. Сейчас сделаем сеточку с майонеза. Этот салат я уже показывала один раз. Второй раз не показывала. Теперь решила показывать. Может, кто-то и захочет сделать для себя. Так, первый слой у нас есть. Вот так вот сделала кружевной. Вторым слоем у нас пойдёт лук. Сейчас мы его уксус сольём и будем выкладывать. Лучок, червячок. Так, небольшую головку. Он будет немножко кисло-сладковатый. Лук-то мы завалиновали яблочном уксусе. И вот он будет давать небольшую такую кислинку. Всё, готово. Тут я не буду ничем смазывать. Просто вот так вот прижму. И всё. Лук даст сок на яйца. И яйца будут такие вот сочные. Теперь у нас идёт следующим слоем крабовые палочки. И цвет какой-то серый. Нет, это не ВИЧи. ВИЧи, они другие. Ну, вот так вот. Что теперь сделать? Бывает и такое. И опять промазываем. Делаю редкую. Но они суховатые, поэтому хочется, чтобы более-менее. Домашнее я не люблю майонез, поэтому я его не делаю. Как бы там не было, полезно, не полезно. Там одно масло 200 грамм надо. Сейчас и масло кусается в цене. Так. Вот какая красота. Теперь выкладываем наши ананасы сверху. Они тоже сочные. Покроют крабовые палочки. Дадут сок. Немножко, опять ложечка, я притрабовала, сделала сетку. Ну, а теперь сверху сыр на мелкой терке. Укрываем наш салат им. Аккуратненько так вот и по всей территории разравниваем. Ложечкой, вилочкой, можно руками. Все, наш салат готов. Ему сейчас дать нам пропитаться. Час какой-то, можно полчасика. И приятного аппетита. Легкий, вкусный и быстро, просто. Чуть-чуть тут спрятать надо. Все готово. Пожалуйста. Ну, все, мои хорошие. Немножко сегодня такое вот у меня видео. Всем спасибо за внимание, за поддержку. Проходите по ссылочке на канал Дзен. Там также нужна ваша поддержка. И мне очень приятно. Нас 25 тысяч. Это очень греет душу. Спасибо большое за вашу подписку, за вашу поддержку. Всем вам желаю здоровья. Здоровья и здоровья. Остальное все приложится. Всех благодарю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok